Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надёжный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 20 часов не спим. Идём на лопатах. Деваться некуда, нужно ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Команда отважных путешественников на серийных пикапах Toyota Hilux бросает вызов Арктике, отправляясь покорять самые отдалённые и суровые края планеты, где не оставил свой след ещё ни один автомобиль в заводской модификации. Каково это биться с Арктикой буквально за каждый метр пути, зная, что где-то там под колёсами под толщей льда холодная бездна воды? Каково это не знать, в каких условиях предстоит провести следующую ночь, и удастся ли продвинуться вперёд хотя бы на километр? Экстремальный холод. Когда машина завалилась на бок, за бортом была температура ниже минус 50. Непредсказуемый маршрут. Изоправа? Да? Нет. Плитовая станка явно нестабильная. Просто надо теперь быть аккуратней, чтобы не утонуть, не провалиться. И невероятные встречи, которые запомнятся на всю жизнь. Впервые в жизни я догоняю ледокол. Или могут жизни лишить. Следы белого медведя стали встречаться здесь гораздо чаще. Задача экспедиции первыми в мире добраться на автомобилях в заводской спецификации до Диксона, самого северного континентального населённого пункта на планете. От районного центра города Дудинки Диксон расположен в 650 километрах и практически всё это расстояние пикапам предстоит пройти по льду могучего Енисея и Карского моря. После трёх дней пути за спиной остались Норильск, Дудинка и посёлок с необычным названием «Караул». Чем дальше от старта, тем малочисленнее посёлки, тем суровее климат, тем сложнее пробираться к цели. Задача на очередной день добраться по Зимнику до посёлка Байкаловск. Ехать по таким дорогам сравнительно несложно, когда о них постоянно заботятся. Но по закону подлости именно в эти дни из-за сильных даже по местным меркам морозов были объявлены выходные, и дорога на двое суток осталась заброшенной. Конечно, запомнился на всю жизнь. Это первая наша вкопка, но сразу могу сказать, что именно в этот день мы прикопались. Машина Богдана Булычёва первой слетела с колеи и ушла в сугроб почти по крышу. Так, близко. Если вы понимаете. Вот, и теперь мы её вытаскиваем. Водителю остаётся сидеть в машине и ждать, пока будет расчищена дорога. Зато остальным приходится поработать на совесть. Евгений нос обморозил. У меня щека обморожена была. Некоторое время, конечно, мы так хорошенько провели. Ветер, сильный был ветер, морозно было. Сразу как-то даже не заметили, что поприхватывало лица. Для застрявшего автомобиля сражение с глубоким снегом также не прошло бесследно. На морозе пластик стал хрупким, а при контактах с сугробами начал ломаться. Сугробы тоже жёсткие. И вот уже первые части нашего банкера. Через пару часов работы лопатами Богдана спасли из снежного плена и группа двинулась дальше. Хотя, правильнее сказать, попал в зла. Полярная ночь, метель, ледяной ветер. Всё это не похоже на банальную поездку в супермаркет. И здесь нужны свои привычки, свои навыки. Есть два варианта того, как переехать в большие-большие надувы, которые были на дороге. Первый вариант – это не спеша, плавно заезжать на надув. Но тогда есть вероятность того, что ты застреваешь на этом надуве и минут 30 ты откапываешь. Ты расчищаешь весь надув, чтобы проехать. Второй вариант – это идти ходом. Мы выбрали второй вариант, потому что на 10-м надуве, когда прошёл 4-й час пути, мы поняли, что так дальше нельзя ехать и стали брать их штурмом. Как оказалось, это были ещё цветочки. Потому что чуть дальше по этому же зимнику мы разбили в пух и прах наши бампера, разгребая, расчищая ими себе проезд. 100 метров едут, полчаса копают. 100 метров едут, полчаса копают. Снег забивается повсюду, но такой ритм езды и такая скорость движения, как выяснилось, некоторым вполне по душе. Я был настроен на эту работу. Это проходило в моём темпо-ритме. Я осознавал, что это нужно делать, что никуда не деться, что нужно копать, нужно толкать. Ну, а это обычная работа, обычная штурманская работа. Что радует в долгой и утомительной дороге? Приятная и неожиданная встреча. Здесь, в Арктике, каждый человек – подарок судьбы. Никто и никогда здесь не пройдёт мимо, не поздоровавшись. Дальше куда ходить? Сейчас до Байкаловска по вашей дороге. А там уже всё, опять по реке. Ну да. Ну вот вы едете на ЗПК вот по нашему землю. Ну, ребят, сказали, 40, сколько, 5? 45 километров. Провискованно всё, дорога есть. И там на Байкаловск будет тоже самая дорога. Ну, там, по-моему, не провискованно. Да сейчас метёшь, можно сейчас стоять. Сейчас стоят. И сегодня, может, никто не ест. Ручки стоят, да. Ну ладно, поедем мы. Всё, давайте, удачи вам, Рудяки. Вам счастливо. Возвращайтесь к гостю. Ладно, если всё, на обратном пути через нас поедем. Хорошо, давайте, удачи вам. Световой день заканчивается очень быстро. Темнеет буквально в одно мгновение. А чем темнее, тем выше и больше кажутся торосы. Но руки опускать нельзя. Нет, мы не ночуем в Ярангах, ночуем в ДК, ночуем в администрации и где-то ещё. К счастью, нижнее течение Енисея нельзя назвать абсолютно безлюдной местностью. Вот и экспедиция вскоре после наступления темноты вышла к базе нефтяников. В удачном месте команда оказалась в удачное время. Нам везёт, и мы приехали ровно на ужин. Поэтому сейчас там первая партия людей докушает, и мы поедем, вернее, пойдём к ребятам вот сюда, в замечательную столовочку, покушать. Но горячим питанием дело не ограничилось. На десерт у экипажей нечто рыхлое и холодное. И это явно не мороженое. Вот, ребят, вот такие вот дела. Поэтому чистим сейчас, освобождаем эту машину, и они у нас живут. И сейчас будет гораздо легче. Но легче вовсе не значит быстрее. Нам осталось порядка 30 километров до населённого пункта Байкаловск. Мы такие обрадовались, думаем, сейчас через пару, ну, через пару, через часик мы будем на месте, но не тут-то было. Начались суровые перемёты. Метель, мороз, снег, постоянная работа лопатами. Вообще, рук не чувствуешь в этот момент. Пикапы окончательно потеряли бампера, начало падать давление в шинах, а посёлок Байкаловск как будто не приближался. Один час езды по плану, шесть часов откапывания в реальности. Экспедиция добралась до очередного промежуточного пункта в три часа ночи. Сельское поселение Караул. Дом культуры, посёлок Байкаловск. Тук-тук, здравствуйте. 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 Зашёл в один дом, где горел свет, мы поговорили с местным, он показал, где живёт директор-клуба, и я пошёл на огонёк. Оттуда выскочили три собаки и стали меня кусать. Разбудил соседей, они разбудили хозяев. Только после этого хозяева вышли. гостиницей для путешественников стал местный дом культуры. Спатья, там Женя, там Антон на стуле. Но не очень удобно. После вот этого сильного мороза с метелью мы настолько устали, что проспали весь день, только после обеда, ближе к вечеру мы только-только смогли вот как-то собраться и выдвинуться. Утром этот неприветливый посёлок предстал в новом свете. Ребят накормили до отвала. Местные старожилы дали пару ценных советов и рассказали об обстановке. И непонятно, кто больше был рад встрече. Измученные экстремалы или жители посёлка, население которого всего 122 человека, а ближайший населённый пункт находится в 80 километрах. Собрались ехать, но ничего не получается, потому что у нас машина на холостых держит 1200 оборотов. Независимо от наших манипуляций, независимо от нажатия каких-либо кнопочек, нужно топтать заметённую дорогу, а на таких оборотах топтать невозможно. Горит сцепление, пробуксовывают колёса, и машина никуда не едет. Механическая коробка передач. Колёсико-то у нас не хочет держать себе воздух. Меняем на то колесо, которое мы вчера новое сбортировали. Колесо. Так что меняем между резиной и диском. Попал лёд и разгидомизировал колесо. Доберёмся до тёплого любого помещения, отогреем колесо и осадим опять борта. Будет у нас опять новая опаска. Но со всеми проблемами удалось оперативно справиться и двинуться дальше. Стоял сильный мороз под 50 градусов и проехали мы немного, потому что на пути буквально через несколько километров у нас была точно так же гостеприимная база Тоналау. Можно сказать, просто нас не пустили дальше, сказали, вот вам индивидуальный вагончик, вот вам баня, вот вам столовая. От такого гостеприимства просто нельзя было отказываться. И плюс у нас опять же набился лёд под диски и практически все колеса спускали. Оказывается, они нас ждали ещё со вчерашнего дня, когда мы выехали только в эту сторону. К сожалению, съёмок с этой базы у нас не осталось, потому что руководитель или начальник службы безопасности попросил нас не снимать этот стратегический объект, что мы сделали. Но пока мы не снимали, мы попарились в баньке и легли спать на отдельных мягких, уютных, а главное тёплых кроватях. Вот так и закончился очередной день нашего путешествия. Евгений и Дмитрий тут же попросились в местную слесарку, где удалось отогреть колёса и запаски. Подготовиться к следующему участку маршрута надо было на совесть, ведь до следующего пункта метеостанции Сопочная Карга предстояло проехать почти 200 километров. Вместе с Сашей Еликовым мы вышли на спуск к Енисею, и посмотрели, где нам завтра нужно будет съехать. Дошли мы практически до самого фарватера и везде нас абсолютно не держал. Тут мы приняли решение, что нужно будет ехать прямо вдоль берега, потому что там была всё-таки небольшая полосочка, где-то метр, где-то два, где-то десять, вот она была абсолютно разная, полоска на леде. И это была настоящая удача. Сильный прилив за неделю до старта экспедиции и ударившие в этот момент сильные морозы подготовили почти идеальную дорогу. Спустившись на наледь, мы, конечно, были поражены. Порядка где-то, наверное, 150 километров до Воронцова перед нами была практически ровная наледь. Средняя скорость у нас вышла около 12 километров в час, но местами можно было разгоняться до скольки угодно, мы, конечно, этого не делали, но были места, где можно было просто двигаться как по отлично ассальтированной дороге. Но ледовый автобан не совсем похож на обычный. Низкие температуры дают о себе знать. Морозы все-таки дали о себе знать, о тем, что под машинами сейчас у нас где-то в районе рулевого или шаровых немножко поддавливает какой-то такой технической зеленой смазки. Даже техника не выдерживает, но держится как бы молодцом и, что самое главное, везет нас и не подводит. Снегом, может, это поддавило его. Он туда еще пролез. Если так, то это ничего страшного. На пути встретились два транспортных средства, которым в этих краях повезло меньше. брошенный катер, промерзший до самого основания и мертвый гигант, заледеневший корабль. Отличное напоминание о том, что Арктика шутить не любит. Впрочем, после приключений на подходе к Байкаловску 180-километровый участок до сопочной корги команда преодолела неожиданно быстро. Я думал, что будут у них, конечно, вот эти приборы стоять на высоких подставках, на ножках, куда на лестнице забираться, смотреть эти градусники, там какие-то вертушечки, антенки и дом, заметенный по крышу. 180-километров за 20 часов. Невероятно долго по привычным меркам, но по сравнению с пробиванием дороги лопатами, это почти сверхзвуковая скорость. К тому же в конце этого участка команду ждут долгожданное тепло и сон. Но уже на следующий день битва с Арктикой возобновится. В следующей серии что страшнее черная пурга или белый медведь? Как проехать между водой и сушей? И за сколько километров до финиша у полярников сдают нервы? До цели еще 3 дня и 400 километров. Субтитры сделал DimaTorzok